Доброе утро! Сейчас утро. И мы сегодня находимся в кафе. Такая замечательная кафешечка здесь. Чистенькая кухня. Сейчас я вам камеру приключу, покажу вам, что кафе. Со своими умками сегодня, видите? Смешками. Смотрите, какое замечательное кафе у нас здесь сегодня. Украшенное к Новому году уже декорировано. Вот такие вот булочки всякие продают. Там нужно заказывать. Вот там, видите? Они там купуют, продают. И здесь мы вот за столами, вот такие столы у нас со стульчиками. Можно сидеть перекусывать. Вот тут еще все в кафешечке находится. Смотрите, какие тут санки. Видите? Я переключила камеру, а то там все так смотрит. И смотрите, какие там санки. Девушки. Лось. Да, Дедушка Мороз. Я слушалась маму с папой. А ты мне подарки принесешь? Понятно. А можно Дедушка Мороз такой сфотографироваться? Понятно. Да? Сейчас. А есть, Дед Мороз в Европе? А есть, ты здесь брат? Да. А мы тут с Дедушкой Морозом сфотографируемся. Ё-ху! Ё-ху-ху! Вот такие вот эти ёлочки замечательные. Видите? И столы с подарками. Скоро уже Новый Год. И Икея тоже готовится к Новому Году. Видите? Там цветочки. Мы сейчас на кассе будем оплачивать товар. Мы купили вот такую вот кулочку для ванной комнаты. Которая вот на крючок там, видите, подвешивается. И вот такие ложки для обуви. Искали, искали, и мы еле нашли. К сожалению, только черные. У нас красные было. Но ничего. Даниль вообще, наверное, зеленую ложку хотел. Но, к сожалению, только черные, да? Ну, сначала купили зеленые, потом были только красные. А сейчас тут черные. А у нас еще белая была с краской полоской. Пойдем? Да Миша хочет хот-дог себе купить за доллар. Иди, покупай себе хот-дог. Ну и ставлю. Миша. Михаил похвастался. Что ты там купил? Воду с торгическим вкусом. И вот такой вот себе этот... Как он называется? Сэндвич. Да. Почему я его оставлю и пойду за вкусненький? В магазин. Здесь продают вкусный маленький тортик и розовый вкусный А это четыре пончика. Сейчас мы их и прикупим. Так я купила пончики и тортик вот такой. Вот такие вот четыре пончика только. Не знаю, они такие мягкие, очень вкусные. Как раз у нас четверо каждому по пончику к чаю. Вот в таком вот магазине. Мы сегодня находимся в Икеа. Сейчас я вам покажу. Вот этот магазин, где я сегодня купила вот эти продукты. Здесь можно купить продукты, шведские продукты. Здесь сама вот Икеа с люстрами. Смотрите, какая обивка современная. Интересная новая обивка в Икеа. Мне она очень нравится, если честно. Ну и конечно меня никто не поддерживает в семье. А вот это креслице я вам хотела показать. Посмотрите, в масштабе с большим креслом. Ну просто прелесть, да? Детское кресло. Снегий стульчик. Вот такой вот дизайн. Все такое темное. В темных цветах. Темно-зеленый, черный цвет. Темно-коричневый, темно-бордовый. Такие насыщенные цвета. Как вы видите диван стоит 750 долларов. Всякие светильники новогодние стоят 20 долларов. Свечи 350. Будильники. Вот смотри, для свечей такая огромная штука. В сад, например, 30 долларов стоят. Столики. Очень красиво. Я увидела тут такое сочетание наших советских квартир. Люстры, стенка, обои, цветочек. И вот решила подойти заснять. О, Михаил идет. А ты уже пообедал? Что, купился? Да, я уже купила. Подержи вот эти штуки. Покажи две коробочки. Я хотела показать, что я купила две коробочки. А, они одинаково стоят. 5,99, 5,99. То есть 11,98. Плюс у нас берут налоги. И на выходе получается 12,88. Вот за эти две коробочки. А мне надо застегнуться. Чехол беру. Пойдем. 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 Пойдем, да. Вон там стол есть. Сейчас мы с Михаилом оденемся, потому что там холодно. Нельзя выскакивать в наш мороз. Сегодня ни много ни мало. Было 14,16 градусов мороза. Так что, я думаю, сейчас не меньше-то. Ха-ха. Да, уже, наверное, уже 16. Итак, вот она наша французская река в Канаде. Все, мы уезжаем. Куда-ка себе брать? Да, поет ли-ка себе сразу. Толкаться в их в общем повороте. Да? Мы тут решили вам заснять очень красивые домики нашего райончика. Он входит... Вот эта часть... кусочек этого района входит в состав нашего большого района. Вот я вам говорю, состоит у нас район из Селери, нашего Сен-Фуа и Капруш. Вот это вот Капруш. Третья часть нашего района. Здесь вот такие красивые домики. Слушай, куда мне иметь снимать-то? Везде снег. Я, что ли, с одной стороны буду тогда их так снимать. Смотрите, какие домики. Там посмотрим елки. Это как в сказке прям все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Здесь мы находимся в старинной части Капруша. Дима Торзок Она действительно старинная. С 1800-1700-х каких-то годов здесь. И, конечно же, здесь вот очень красивый район. Дима Торзок Дима Торзок Сделаем вид в щетку. Дима Торзок Нафига себе. Как будто поезд гудит, да? Дима Торзок Все на всю очистилку машину наверное поехал. А мы тут стоим. небольшой топчик активно погудел да и старинные домики здесь ставите церковь красивая рассказать концентрируйся я пытаюсь это там все снегом залепил ничего не видно красота этот фонарь елка церковь сейчас такой тоже домик старинный многие домики здесь табличками взрывы сюда поехали с той церкви люди едут вот у них там все не было мероприятие видим такой старинный улочки тут дальше пытаемся проехать опять стоим в общем ждем опять небольшой светофор тут светофоры вот они здесь как-то так отрегулирована странно то стоишь ждешь дождешь вода аж уснуть успеваешь то вот так вот раз и все и отрубает проезд вон поставим подождем из старинный дом там какой-то какие-то бары ресторан не тормозим com а мешали перемешали наш колбаску вот она уже обжарилась уже достаточно и добавляем гречку и так добавляем специи часть и накрываем крышкой так ну вот и все у меня приготовилась гречка с колбасками на самом деле очень быстрое блюдо и достаточно сытное вот прям сейчас зима за окном холодно и приходите с улицы с работы там с учебы и сразу такую тарелочку навернули и сразу сытость по всему организму я тут как китайцы посижу посплю на экспозиции а вы знаете что китайцы приходят в икею спать я об этом узнала не поверила своим глазам что читать смотреть и правда такие фотографии прям спят вот реально спят на диванах кроватях кушетках стульчиках не один два три их там много 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 людей там специально говорят приходит для того чтобы поспать у меня прям это раз цветочка как вот цветочки вот там они ее и на стенку эти где елочки нет то есть просто чего все ряд под закрытия я очень люблю под закрыть ходить в магазинах то что уже все разбегается я всегда знаю что надо купить и могу буквально минут за 10-15 михаил всегда успеем закупить полную сумку да пойдем новогодняя елка окей конкретно в ресторане ресторан уже закрыт и пока тут никого нет нужно красиво поснимать все показать 10 дней осталось дано до рождества католического у нас везде везде по всему городу стоят вот такие елочные базары где можно купить настоящую живую елку елочки новогодний для вас новогодний для них рождественский базар форма при заходить смотрите какие тут веночки новогодние вот та вот форма 3 купили лекарства потому что у десяти что-то нос потек мы решили купить вот такой вот магазинчик очки зонтики всякая фигня придается и там самом-самом конце продают таблетки и мы зашли купили лекарства то здесь у нас потеку горло болит сегодня мучился всю ночь и почему все какие-то хрипы появились осень и и и и и и и мы тут приехали сейчас вечер надо мусорки расставить все другие сделали ведь у нас немножко снег съешь бордюрчик честно его папа его закидает спасает мусорки туда а мы сегодня будем делать салат из крабовых палочек не рухнет она у тебя не рухнет она у тебя проверь вперед все эти домой пошли то машину припаркуешь а я давай заберу сумки давай мне сумки все ничего не рассыпалось мы с келкой домой пошли и сумки ребят сумку возьми как рухнем сейчас все играйте мы были в икее в магазине продуктов да так мы сегодня будем делать салат из крабовых палочек сейчас я уже варю яйца здесь я варю рис вот я взяла два блюда крабовые палочки и сейчас будем нарезать это все быстренько рис у нас сегодня какой-то пятиминутка говорят быстро варится вы посмотрите ну что ж мы сделали вот таких две огромных тарелки с салатами вот так вот он выглядит вкусненький аппетит некий все ребята уже приветики достала я тут лося сейчас его будем надувать наверно под крышу надувать его здесь потому что здесь у нас то снег то не пачу а туда как обычно дед мороза с оленями поставим мы сидим с пушистиком вместе да на службе дай лапу вот и мой хороший молодец пробуждается лосяша после летней спячки оба рога уши все на месте пусы и шпага все принял сейчас я его сюда туда буду прицеплять слушай не надо его жрать он не твой друг он у нас угощение не подцепишь все тут поправлю украшение на новый год келка лосяшу установили хорошо продолжаем дальше здесь вон видите следы деда мороза это наш дед мороз в красной канадской куртке вдруг что-то это вспомнил что у него здесь где-то была тропинка и решил пройти к той двери келл а ты куда полез а келл вылезай давай сейчас будем дед мороз ставить с тобой кто это там у нас дед мороза красный нос все я его установила вон мои следы и лосяша так остался олень но его надо там это головоломку решить он что-то разобрался на запчасти сначала его надо дома собрать потом будем устанавливать прикол да вот уже вечереет видите здесь пошел там качели чистить мы там нарядили сегодня своих там у меня вон моя стиралка вон есть внизу внизу вон пищерушечная комната так это мы сегодня тут нарядили чудиков вон они они у нас санта клауса лось вот здесь он нас то чистит вот здесь он нас то чистит ладно все пойду я домой я пойду кушать готовить потом тут елку бережать я иду я иду и и у и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok